а все и легли на x сюда ползком здесь на x видми все Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games С вами я, Скиф, мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved Это что за эмоция? А, сдаюсь, блоёма, мне надо было вот такую коварную эмоцию Да, продолжаем играть на сервере ArkJar Ссылочка на группу ВК, также все айпишники есть в описании И как видите, у нас тут кое-чего нового Во-первых, появились первые ТЭК-технологии, грубо говоря, на базе Но это не все, но это вот тут гейты у нас ТЭК-гейты стоят В общем-то там тут поставили, дверок пару поставили таких Они очень удобные Получается, подкоршено открывается вот таким вот образом Высоко-нанотехнологичным И закрываются само собой Вот, как-то так всё происходит Сейчас, секундочку Это тоже тут закрылось В общем, в этом плане всё здорово А также можно настраивать различные аспекты То есть, когда там открываться, с какой задержкой То есть, допустим, автозакрытие Сейчас стоит 0,5 секунды, я так понимаю Да, можно на 2 задать Да, ну 0,5 это хорошо То есть, мы отошли И она чп-ненько сразу закрылась В этом плане очень здорово Дальше, что у нас тут ещё стоит Трансмиттер стоит Давайте поглядим на него Давайте, кстати, интерфейс включим Да, трансмиттер, всё правильно Это, по сути, обычный луч Тут можно путешествовать на другой сервер Смотреть там, загружать, выгружать существ и так далее Ну, сейчас вот кто-то рядом есть Могу их позагружать Тоже классная технология У нас вообще пополнение произошло в Трайбе По-моему, у нас двое добавилось за последнее время Один у нас тут перешёл из другого Трайба В силу там разных причин Человек И у нас тут теперь ещё всяких Дина очень много Тут, короче, постройка предполагается Потому что Дина реально очень много Надо их куда-то всех распихивать Куда-то прятать, часть убирать Потому что очень захламлённая у нас уже территория В плане Дина Но я думаю, мы с этим разберёмся Также тут, как бы, несложно заметить Что у нас появились вот такие вот знамёна То есть мы ходим на сложенных Ну, ходили на лёгкую сначала обезьяну Так, что, все морально готовы Кашу, может, сразу рубану А что, на 15 минут, а там 20 минут бой Кстати, насчёт боя Надо сразу засечь Кто-нибудь засеките А то, может, там тоже ничего не работает Скин засекёшь? Да, сейчас Ну, то я бегать буду Мне будет некуда, наверное Так, сейчас таймер врубить Как только появимся там Да Ну, короче С Богом Запускай шарманку А тут немножечко другая Синяя, типа, такая Сетка-то поднимается Ну, да А так там сразу, видишь, и локация прорисовывается Где мы будем, типа, того А, горы, там, морозы Да, вот снег такой Прикольно сделали И такие чупчи воевать идут На большой макака Так, нам скинь сюда Так Желательно ползти Всё, чешите туда Мести я хотя бы, да Я побежал Не согрелся никто Тарам-тарам-тарам-тарам Арам-зам-зам Макак Ложись У меня снежинка, как я пока и не пью У тебя че леды, скажет? Да нет, я выпил Да ладно, че, шарман Я перелетел, встаю, дума, как Она что-то меня увидела, помахала, пока Не согрел, что ли, да? Дожди Сейчас идёт, вроде Он двигается, двигается Идёт, идёт, идёт Выходит Агренность Эта тварь, выйди уже У тебя пистолет, ты говоришь, брал, попробуй Ну, она сам монет кого-то Значит, она сойдёт Но только на кого? О, ты попал, попал, отлично Сейчас, ну, она меня камнем не убила О, не, не убивает Так, ещё раз Стреляй в неё, стреляй в неё Всё, это ты Я стреляю Я стреляю Всё, мы стреляем, погнали Погнали Полную отяжку делай Можно не полную, главное попадать, урон один тот же Надо быстрее 439 У кого-то лук уже Я с полной натяжкой Пробивается? Я без полной натяжки стреляю А ты, 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 ты синий лук, ой, ты синий лук взял скин? Он один был, вооружейный Там фиолетовый был Да ладно, забейте, она пробивается хорошо, главное домашняя О, ты, короче, не тот лук взял Да сойдёт Там фиолетовые были Полностью можно не натягивать, лак Главное, чтобы попадали, надо быстрее стрелять Да, да, да Дамаг один и тот же, без разницы В голову можно тоже не метиться, дамаг один и тот же Бла, бла, бла Бла, бла Бла, бла Бла, бла Бла Ск mother Глот Б Глот Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дай немножко там костей Я его все части стреляю, дамаг одинаковый Ну странно тогда, что он вылетает, он иногда поменьше всего Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Когда добьём. У меня такое ощущение, что её втроём можно убить. За минут 15. Так, выходи. Ну и на самом деле, мы уже сложно убивали даже и втроём. Тактика, в общем-то, сами видели. Довольно-таки простая. То есть, надо кому-то сагрить эту жёсткую обезьяну. И, соответственно, привезти её к мосту, чтобы она там забаговалась, стояла. И остальные все её расстреливают. Таким вот образом выглядит трофей у нас, получается, на лёгкую обезьяну. Как она у нас называется правильно? Давайте почитаем, кстати, я уж сам не помню. Это, получается, гамма-мегапитек. Также есть тут вот этот вот трофейчик. Это уже альфа-мегапитек. Цветом он, соответственно, тоже так же отличается. Из такого новенького произошедшего также тут вот, короче, у нас выросла вот такая вот малышка. Это Гига. Её главтанк растил где-то дня три, получается. Где-то три бессонных ночи, по сути, потому что за ней надо ухаживать, чтобы привязанность была максимальная, да. Здесь максимальная привязанность 100%, 51 800 здоровья, 596%, соответственно, в урон. Ну, и остальное всё более-менее нормальное. Это 386 уровень. То есть для сравнения, да, 52 000 практически здоровья. Если сравнивать вот так-то, да, вот у её родителей стоят, этой малышки. И тут самая толстая стерва, она была топовая, да, 240-ю мы её затомили. И получается, у неё всего лишь 19 000 здоровья и 415% дамаг. Так вот, значительно поменьше. Ну, выращенные вины, они всегда гораздо-гораздо круче. Кстати, шторм. Это вот получается виверна. Грозовая виверна. Так, ладно. Что тут ещё такого интересного? Вам показать, рассказать. А, давайте посмотрим ещё, кстати, на тексидло для рексов. Вот, к примеру, да, мой Клайд выращенный. И мы на него зафигашем именно уже тексидло. Выглядеть он будет вот таким вот довольно эпичным образом. Давайте сядем, посмотрим. Получается, вот так вот выглядит рекс в тексидле. Довольно круто. Плюс у него ещё есть боевой режим, в котором он может стрелять. То есть, вот у него так вот раз, эпично глаза закрылись. И в правом верхнем углу, около знака привязки, есть значок заряда. То есть, он элементами заряжается, само собой, да? И можно стрелять. Ну, можно сейчас вернуться из боевого режима, соответственно, в обычный. Прикольная довольно броня. Но она нужна именно для того, чтобы стрелять из неё. То есть, тут специально рекс под неё затачивают, в основном, вкидываясь в скорость, именно что. И в толщину, чтобы рекс был толстый, быстрый, мог бегать и стрелять. Ну, здесь у меня рекс раскачан, соответственно, для аугистов проматери. На паучих уходить. Вот как-то так это всё выглядит. Ну, и чем, собственно, я преимущественно занимаюсь? Я в последнее время успел докачнуться до сотого левела. Как же я это сделал? Таким, кстати, образом выглядит наша база сейчас сверху. Тут вот куча всяких дина стоит. Всякая оборона. Обороны всё больше и больше становятся, само собой. И строений всё больше и больше тоже. Тут кто стоит? Терадон. О, терчик. Окей. Чё у нас тут только в воде происходит? Я буду смотреть уже. Здесь у нас... Ой-ёй-ёй. Кусака чё-то летает. Так, стусатые тусы. Мазазавры. Надо всё одлодевать и так далее. Там вот тентакль четырёх сотого левела. Это мы нашли 232-го, получается, самца. Я его уже раскачать успел. Он не кисло. На альфа-мазазаврах. Из-за них, соответственно, уровни много дают. Таким образом я и поднялся до сотого левела. С какого-то там... Я уж не помню. Но я немножечко отставал по тем же левелам. И я вот быстренько их набрал. Здесь у нас базики вылазят сквозь стены. Ну, всё как всегда. Тут ещё удильщик вон есть. Надо сёдло это всё, короче, одевать. Ладно. Но альфа-мазазавры они такие. Ребята довольно серьёзные. Плюс с них чёрный жемчуг дропается. Их не так-то просто расшатывать. Нужен именно кто-то очень мощный. Лучше всего, походу, подходит именно, что спрут. Раскачанные. И это, конечно, мощная штука. Сейчас давайте, наверное, на нём прокатимся немножко. Посмотрим заодно. Вот он, в общем-то, красавчик. Тентакль. Давайте, конечно, посмотрим. Он вообще целый, нет? Мало ли. Да, целый. Сейчас поищем тут альфа-мазазавров или альфа-квитусов. Спрутов этих они тут тоже водятся. Надо здесь, кстати, похавать. Немножечко закинемся миском. И выплывать пора. Обычно тут пару мест есть рядом с нашей базой, где спавнятся всякие альфа-мазазавры. О, ещё, блин, туман тут нарисовался. Ненавижу туман. Так, тут липре-вриадон вот этот. Вот я их обычно просто сразу вижу, убиваю. Потому что он агрится, залазит куда-нибудь в текстуры и мешается. Просто нафиг по скоду. Всё, пускай уматывает. Его стоит немножечко подамажить, и он уматывает. Единственное, чего тус-ты-тус боится, это электрошока. Только седока он не сбрасывает. Но если какой-нибудь электрофокус, или как он там зовётся, короче, эти черви, они как-либо залезут в текстуры, забагуются, то будет беда. Так, вон, кстати, по-моему, альфа, да, подсвечивается. Сейчас давайте отманим сначала вот этих вот ребяток. Кто там за нами? А, не знаю, а всем табором. Окей. Что, и альфа, что ли? Я хочу просто посмотреть, какого левела альфа сначала. Потом воевать. Там вот ещё медузы. Ну, давай сначала хотя бы вот этих вот говнючков, они вечно парой входят. Вот, пока они парой, мы по ним сейчас, соответственно, меньше пробиваем. Но как только один умрёт, второй сразу начнёт нормальный дамаг получать. Ну, соответственно, тоже отчаялит. Давай аккуратно с медузками разберёмся. Ой, что-то вообще неаккуратно. Так, так, так. Вот, меня уже стукнули. Тут надо быть аккуратным, конечно. А то могут быть проблемы, блин, с ними в дальнейшем. Так, всё, размотали. Вроде всех даже. Осталось посмотреть, какой там альфа-мазазавр. В принципе, я на этом спруте, по идее, любого могу шатнуть левела. Но делать это тоже надо аккуратно. Так что потом ещё лутецкий забрать. Так, фиолетовый топор, да ладно. Вот это всё скинем просто, нафиг не нужно. Вдруг поможешь. О, жди. Там вот эти электрические говнори. И второй вопрос. Куда альф-то уплыл? А, вот он. Он тут вообще рядом. Под нашей базой прям плавает, зараза. Ещё акула. Что-то столько всякого говна. Ой, ещё, ещё. Так, походу я встрял. А, самка, восьмой уровень. Забей. Конечно, весёлый табор народу. Все пытаются нас шатнуть. Но это ничего сложного. Восьмую самку мы наизе шатнём. Сейчас только этих расшатаем, чтобы нас не пробивали так. Так, минус первый. Туда ещё и плезиозавры такие лютые. Смотри на них. Давайте-ка быстренько разберёмся с этой самкой. Надеюсь, с неё лутецкий никуда не пропадёт. Это вечная проблема, что куда-нибудь лут падает и не найдёшь его потом. Потому что он не всегда далеко в кино падает. Я бы сказал, вообще редко. По-моему, она восьмой левел, да, была? Она должна вызрачалить. Сейчас мы надамажим по максимуму самку эту альфу. Я уже со 150-ой... 162-ой левел, по-моему, самый большой альфа Амазозавр, с которым я бился. Но он так этого нормально потрепал с круто. Где-то 15-16 пробил. А тут 30 всего 2, по-моему, тысячи. Или что-то такое. Не очень удачно ему сейчас бьют. Не весь дамаг входит, на самом деле. Но всё равно, считай, по 600 в него влетает. И довольно-таки активно. И он, по-моему, уже начинает как-то краснеть. Так, отлично. Теперь осталось найти мешочек. С лутом. Потому что я так понял, что лут... А, нет, лут нам выпал. Отлично. Ну, такой вяленький. Ну, а главное, что чёрный жемчуг нам выпал уже хорошо. То есть, мишен комплит. Чёрный жемчуг мы уже добыли. Что ж, а на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, если вам понравилось. И увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok